Мы все поняли в тот день, что это Европа, это мир, до и мир после 24 февраля. Но в НАТО все было на самом деле... Мы были хорошо подготовлены, потому что знали, что это произойдет. Мы предупреждали об этом в течение многих месяцев. У нас были точные разведывательные данные, и мы фактически делились разведданными, чего мы обычно не делаем, о планах и намерениях России вторгнуться в Украину. Итак, в то утро мы созвали совет, мы активизировали оборонные планы НАТО, то есть мы добавили больше войск в восточную часть Альянса, и мы усилили нашу поддержку Украине. Поэтому у нас здесь в штаб-квартире была некая спокойная и размеренная атмосфера, а это означает, что мы точно знали, что делать. Но мы также видели серьезность и серьезность того, что происходило в Украине. Войны по своей природе непредсказуемы, поэтому никто не может сказать, когда и как закончится эта война. Что мы знаем точно, так это то, что президент Путин совершил две большие стратегические ошибки, когда вторгся в Украину. Первое заключалось в том, что он полностью недооценил Украину, их храбрость, мужество украинского народа, украинских вооруженных сил и украинского руководства. Во-вторых, они недооценили НАТО и наших партнеров, потому что мы продемонстрировали единство и решимость оказать поддержку Украине, чего он совсем не ожидал. Его план состоял в том, чтобы взять Киев в течение нескольких дней и контролировать Украину в течение нескольких недель. И это полностью провалилось. Если президент Путин и Россия перестанут воевать, то война прекратится, у нас будет мир. Если президент Зеленский и Украина перестанут воевать, то Украина перестанет существовать как суверенное, независимое государство. Это не две равные стороны. Это агрессор и жертва агрессии. Мы не знаем, когда закончится война. Но мы знаем, что когда война закончится, мы должны сделать так, чтобы история не повторялась. Это часть шаблона. Грузия 2008 года, Донбасс, Крым 2014 года, а затем полномасштабное вторжение в прошлом году. Мы должны гарантировать, что разорвем цикл российской агрессии. Нам нужно не допустить, чтобы Россия подорвала европейскую безопасность. И поэтому мы должны гарантировать, что Украина имеет военный потенциал, силу, чтобы сдерживать дальнейшую агрессию, а также найти механизмы, гарантирующие, что Россия больше не нападет после окончания этой войны. Мы не видели никаких поставок летальной помощи из Китая в Россию, но мы видели признаки того, что они рассматривают и, возможно, планируют это. И именно поэтому Соединенные Штаты и другие союзники очень четко предостерегают от этого. И Китай, конечно же, не должен поддерживать незаконную войну России, что является вопиющим нарушением международного права. Китай является членом Совета безопасности ООН, и агрессивная война России против Украины является нарушением устава ООН. Основной принцип этого устава заключается в том, чтобы уважать целостность других наций и не вторгаться в другую страну с сотнями тысяч солдат. И, конечно же, Китай не должен быть частью этого. Есть некоторые проблемы, когда речь идет о Швеции, вступлении в НАТО. Но турецкий президент Эрдоган и мы договорились, что мы должны созвать встречу в Турции, Финляндии и Швеции здесь, в штаб-квартире НАТО под моей эгидой в середине марта, в ближайшем будущем, чтобы решить проблемы, с которыми мы сталкиваемся, когда дело доходит до ратификации Турции протокола присоединения Швеции. Мое послание состоит в том, что и Финляндия, и Швеция должны быть ратифицированы. Таким образом, мы видим некоторый прогресс, и я приветствую, что мы с президентом Эрдоганом договорились о встрече, которая состоится здесь, в Брюсселе, в ближайшем будущем. А затем нам нужно поработать над оставшимися вопросами.